В интернете полно видеороликов о том, как можно разрезать стеклянную бутылку. Большинство из этих способов действительно хорошо работают, беда лишь в том, что авторы показывают только удачные моменты, но не дают никаких подробностей. Возможно, вы смотрели мой ролик про паровой двигатель. У меня появилась идея сделать его из стекла, и самым лучшим материалом для этого являются стеклянные бутылки. Все, что нужно сделать, это разрезать их пополам, и тогда получится отличный прозрачный цилиндр. Самым первым способом, который я хотел опробовать, это сделать деревянный уголок, в одном торце которого будет установлен стеклорез, в другого конца будет установлен болт, на котором будет держаться бутылка, когда ее буду крутить. Сборка конструкции не является какой-то технически сложной и может быть реализована абсолютно любым способом, но на экране в данный момент вы можете видеть, как это сделал я. Сбегая наперед, могу сказать, что конструкция себя не оправдала, и в итоге пришлось сделать все немножко по-другому. Но все-таки хотелось бы рассказать о всех своих экспериментах. Логика работы этого устройства, я думаю, вам уже ясна. Мы вставляем бутылку в болт таким вот способом. Снизу под бутылкой будет вставлен стеклорез. Вот так. В дальнейшем мы жмем бутылкой на него и прокручиваем. В теории на бутылке должна получиться ровная линия, которую в дальнейшем мы расколем, используя температуру. То есть сначала нагреем бутылку, а потом резко охладим. Или наоборот. Вы знаете, что от большой разницы в температуре стекло, как правило, колется. Ну а намеченная стеклорезом линия позволит нам направить этот раскол в нужную сторону. Я решил ограничить участок бутылки пластилином. Поджигаю чайничек и жду, пока вода вскипит. А за это время я охлаждаю бутылку под холодной водой из-под крана. Скорее всего, я перепутал очередность, потому что бутылка так и не раскололась. Но не беда. В интернете есть еще один способ. Нужно всего лишь обмотать веревочкой бутылку, полить ацетоном, поджечь, подождать, пока она прогреется и опустить в холодную воду. Но результат был точно такой же. Ацетон быстро выгорел и ничего не нагрел. Я решил намотать побольше ниток и поджечь. Но и это не помогло. Проблема на самом деле в капроновых нитках. Они не впитывают ацетон, из-за чего горение происходит не очень продолжительно. Нагрева особо нет и бутылка не колется. Я решил попробовать использовать обычные нитки для шитья. И они тоже не катят. Горят чуть дольше, но этого тоже недостаточно. Начались уже появляться мысли, что нужен какой-то органический материал, типа хлопка или льна. Я взял нитки, которые называются мулине. Используются для различных вышивок, декоративного шитья и всего прочего. Как видите, горит уже намного лучше, ацетон более хорошо впитывается и разогревает бутылку. На этот раз все получилось. Бутылка откололась, надо сказать, довольно ровно, но с одним маленьким сюрпризом. Этот самый раскол прошел вовсе не по линии, которую я нарезал стеклорезом, а выше, примерно на 1 см. Поначалу я этого даже и не заметил, из-за относительной ровности скола. И из-за того, что нитки скрывали линию, которую я наметил стеклорезом. Но вот вы можете видеть, намеченная линия совершенно не тронута. Судя по всему, эти два действия по разрезанию бутылок никак друг с другом не связаны. Я решил провести процедуру еще раз, чтобы отколоть ровно по линии, но, к сожалению, второй раз такая процедура уже не катит. Данный способ хорошо работает только на целой бутылке. Сколько я не старался, ничего дельного уже не вышло. Каждый следующий скол становился все более неровным, если вообще получался. Я еще несколько раз повторил все действия по откалыванию бутылок в надежде получить ровный стакан. Переколол около десятка бутылок, но с уверенностью могу сказать, что данным способом ровной кромки нам не получить. Получить тару для хозяйственных целей таким способом можно, но какую-нибудь качественную штуковину, к сожалению, не изготовить. Выровнять на точильном диске тоже не получится, потому что он просто ломает стекло, и получается вот такая вот расколотая ерунда. Конечно, надежда все еще теплилась, что может быть какая-то из следующих бутылок отколется более ровно. И немного поработав наждачкой, сделаю вполне сносный стаканчик. Няаа, фиг ли там, этот способ вообще не годится для таких целей. Надо было что-то менять, и я подумал, ведь в стекольном деле никто никогда не пользуется для отрезания стекла разницей температур. Люди работают стеклорезом и вспомогательными инструментами. Я раньше и сам резал стекло, надо лишь сделать небольшую прорезь стеклорезом, и в дальнейшем немножко постучать, чтобы трещина прошла в нужном нам направлении. Все, что мне надо, это лишь переделать устройство для правильного нарезания ровной линии на бутылке. Я использовал доску в качестве подставки и два бруска. В одном из них крепится стеклорез, а другой подпирает бутылку, для того, чтобы образовалась ровная линия между этим брусочком и стеклорезом. Все эти части нужно как можно более плотно зафиксировать. Я использовал шурупы, для того, чтобы они не разломили бруски, предварительно просверлил дрелью. Сам стеклорез находится в отверстии, которые тоже заранее сверлятся. Изготовить данную штуковину гораздо проще, чем ту, которую я делал в первый раз. Со стороны дна вкручивается саморез, который не позволит бутылке отходить назад. Все вроде бы хорошо, осталась только одна проблема. Стеклорез болтается. Для того, чтобы это избежать, сделайте пропил. И при помощи какой-либо трубочки вдолбите его поглубже в брусок. Ну, в общем-то и все. Бутылки теперь можно резать абсолютно ровно. И потом, постукивая каким-либо металлическим предметом изнутри, отколоть по линии разреза. Также видел, как некоторые использовали способ, при котором после нанесения линии бутылку помещают сначала в горячую, а потом в холодную воду. Давайте-ка, думаю, попробую такой способ. Ну-ка. Ура! Все получилось именно так, как я хотел. Да ну нафиг все эти колдунства с водой. Будем работать так, как делают все профессионалы. Намечу ровную линию стеклорезом. И потом буду слегка постукивать каким-либо тяжелым предметом изнутри. Это даже гораздо проще, чем все, что я делал ранее. Мини-постукиватель я сделал из куска арматуры, который нашел во дворе. Как видите, бутылок я уже уничтожил довольно немалое количество. Но линия разреза все еще не ровная. Я просто поспешил. Сильно ударил и раскол пошел не туда, куда надо. Попытался обстучать остальные краешки и вот что сделал. Согласитесь, все не так радужно и лучезарно, как в большинстве видео, которые можно найти в интернете. Опыт приходит со временем и, как вы видите, следующие расколы были гораздо более качественные. Основные моменты это, во-первых, не давить на бутылку сильно, когда вы нарезаете линию. И, второй, очень слабо и медленно ее простукивать. Просто бутылки сейчас делают, ну, очень тонкими, наверное, в целях экономии стекла. И поэтому они легко колятся. От любого, даже самого незначительного удара. Линию нужно намечать всего в один слой. И вращать вот в таком направлении, чтобы вы видели, где можно заканчивать. Поверьте, такого надреза вполне хватит для того, чтобы расколоть бутылку ровно по нему. Дальше молоточком очень нежненько, даже правильнее будет сказать, не постукиваем, а пошлепываем бутылку, чтобы она лишний раз не разбилась. Тут главное запастись терпением и все получится. Вот такой-то разрез вполне пригоден для того, чтобы сделать из бутылки стакан. А уж для изготовления моего прозрачного двигателя так и подавно. Вообще, применение такой разрезанной бутылки, их масса. Например, тайники, подсвечники или что сами придумаете. А для стакашика надо кромку немножко сгладить и обточить. Для этого я использовал такую вот насадку на болгарку или дрель и сменные наждачки, которые прикрепляются при помощи липучки. Стоимость невысокая, по-моему, я вписался в 200 рублей, купив весь этот набор. Наждачек два вида, одни с более крупной зернистостью, а вторые помельче. Если будете делать подобную процедуру, советую одеть респиратор и перчатки. Вдруг этот стакан расколется. Лучше заранее обезопасить себя от неприятностей. Можно также одеть защитные очки, все по усмотрению, ведь о вашем здоровье, кроме вас самих, никто и не позаботится. С торца кромку зачистить довольно легко, с боковой поверхности тоже, а вот с внутренней части немножко сложновато, но можно, если как-то ухитриться, немного сбоку бутылку засунуть в этот диск. Правда, он стачивает поверхность. Кроме того, нужно сильно не нажимать и не перегревать бутылку, иначе пойдет трещина. А в остальном зачищается великолепно, все гладко и ровно, обрезаться невозможно. Пить из такого стакана вполне удобно, ничем не хуже покупного. Можно сделать что-то совсем эксклюзивное из необычных бутылок. Зашлифованная кромка вполне безопасна, об нее невозможно обрезаться. На изготовление одного стакана, если подставка для стеклореза готова, уйдет не больше 20 минут, учитывая обрезку и зашлифовку. На этом у меня на сегодня все. Если вам нравятся подобные видео, не забывайте поставить лайк, пишите все свои мысли в комментариях. Также, если вам нравятся мои труды, вы можете подписаться на мой канал. Всем спасибо за внимание и пока!